Смена рахмана рахмана рахмана. Со вчерашнего вопроса осталось разобрать один вопрос. Называется Шурут-Уль-Хаким. Какие условия выбора правителя? То есть, если назначается правитель над мусульманами, то необходимо при его назначении соблюдение некоторых условий. Так, во-первых, здесь нужно упомянуть то, что условия избрания правителя или его назначения бывают Шурут-Улиптида и Шурут-Улистимрар называются. То есть, те условия, которые должны выполняться Филиптида в самом начале выбора и те условия, которые должны выполняться Филистимрар. То есть, постоянно быть присущими этому правителю. Сейчас понятно станет, Ншала. У себя пока подпишите дальше, что на примерах приведем ясно станет. Так вот, Шурут-Улиптида, то есть, условия назначения правителя, всего их 10. 10 условий назначения правителя. Все они упомянуты в Акида-Сафариния. В Акида-Сафариния. И хороший шарф на эти условия сделан Шейхом Мухаммадом и Салихом аль-Усаймином. Так. Значит, эти 10 условий записываем. Первое условие Аль-Ислам. То есть, правитель, избирающийся над мусульманами, должен быть мусульманином. То есть, Ислам. Аль-Ислам это первое условие избрания правителя. Назначение точнее. Второе Аль-Хуррия. То есть, он должен быть свободным. Не должен быть рабом. Третье Аль-Адаля. Аль-Адаля, то есть, он должен быть справедливым, религиозным, праведным человеком. Справедливым, религиозным, праведным. Это что? Аль-Адаля. Третье. Курайшия. То есть, он должен быть из курайшитов. Он должен принадлежать курайшитам. Курайш это что? Название народа. Так. Название племени. То есть, в основе курайшиты это арабы, но понятие более узкое. То есть, одно из племен арабских. Или одно из арабских народов. Так. И достоверно в этом вопросе то, что сюда входят не только потомки пророка Салалла Асаляма, но любые курайшиты. Любые курайшиты. Все, кто входит в понятие курайшит, имеют право быть назначенными в виде правителя над мусульманами. Это четвертое условие. Пятое. Алимун. Алим. Избираться должен, назначаться должен ученый. Здесь под словом Алим имеется в виду знающий Алим биумур анхиляфа. Тот, который разбирается в вопросах правления. То есть, обладающий знанием в этим вопросах. И не является условием, чтобы он был ученым в шариате. Ученым в шариате. Понятно или нет? Под словом Алим здесь имеется в виду тот, который разбирается в вопросах правления. Шестое условие должен быть Аль-Мукаллаф. Аль-Мукаллаф. То есть, тот, на кого возможно возложение обязанностей. Имеется в виду здесь два описания. Это Акль и Балих. Должен быть человеком разумным. И должен быть человеком совершеннолетним. В каком смысле? То есть, неразумного нельзя назначать правителем над мусульманами. Маджнуна, сумасшедшего человека, нельзя. Так же, что Гайру Балих. Если человек не достиг совершеннолетнего ребенка, семи-восьмилетнего, так, нельзя назначать правителем над мусульманами. Это шестое условие избрания или назначения, точнее, правителя. Седьмое. Зул хибра. Зул хибра. То есть, он должен обладать хибра. То есть, что? Опытом в различных делах и вопросах Дуни. Как, например, разбираться в вопросах оружия, разбираться в вопросах джигада, ведения войны, расположения войск и тому подобных вопросов. То есть, если человек вообще джигель в этих вопросах, никогда в жизни, что пистолет не видел так или автомат не видел, не знает, как располагаются войска во время нападения или во время защиты, то что такой человек не должен назначаться правителем над мусульманами. Это седьмое условие. Восьмое. Он должен быть самия. То есть, обладать слухом. То есть, не должен быть глухой. Не должен быть глухой. Но под слухом не имеется ввиду, что он должен обладать абсолютно совершенным слухом. Имеется ввиду сам он мутлак. То есть, вообще должен что-то слышать. Понял, да? То есть, если к нему обращается, может он не слышит, но если погромче скажут, слышит. Такой тоже пойдет. То есть, такого можно назначать правителем. Однако, если человек вообще глухой ничего не слышит, такой не должен назначаться правителем над мусульманами. Девятое. Зудирая. Зудирая. Это похоже на зухибра. И похоже на аильм. Вот, пятое условие мы же говорили алим. Так или нет? Седьмое условие мы говорили зухибра. Вот, девятое условие зудирая называется. Так похоже на эти два условия первые, которые мы перечисляли. Так вот, зудирая это что такое? Маарифа бессияса в альваке. То есть, он должен разбираться в вопросах политики. Должен разбираться в вопросах политики и современности. Альваке. То есть, действительности точнее. Понял, да? То есть, должен знать, какой из государств чем владеет, в чем заключается их внешняя и внутренняя политика и тому подобное. То есть, представь, пришел человек, правит мусульманами, вообще понятия не имеет, кто есть кто на мировой политической арене. Так, то есть, такой человек не должен избираться правителем над мусульманами. Это девятое условие. И десятое условие. Должен быть хаким. Хаким. Вы главное записывайте так и в скобках подписывайте расшифровку, разъяснение, что это означает. Потому что сами по себе слова вам могут что ничего не рассказать в дальнейшем. То есть, если ты сам потом вернешься, прочитай же зудирая. Что значит зудирая? Аллаху Адам. Так, поэтому себя нужно в скобочках подписать. Так вот, хаким означает, то есть, за шахсия я статы обиги танфиз хукмии. То есть, он обладает крепкой личностью, то есть, он обладает харизмой, так, личностью, такой, что способен притворять жизнь в свои постановления. То есть, представь, человек, маша Аллах, свободный, мусульманин, религиозный, праведный, хурешит, так или нет. Но такой даив, как сказать, слабый человек, не может приказывать другим. Понял или нет? Этот человек годен для правления над мусульманами или нет? Нет, с ним будет что? Яль-Абун биикуллаха. То есть, люди начнут с ним играться, так или нет. Один подчиняется, второй не подчиняется. То есть, человек, который правит, должен обладать крепкой харизмой, так, личностью, посредством которой он притворяет свои постановления в действительность. То есть, способен приказывать остальным. А? Зашах сия я статы обиги танфиз хукмии. Посредством которой он может притворять в жизнь свое постановление. Нам способен притворять в жизнь свои постановления. Записали. Это 10 условий, которые должны выполняться при назначении правителя над мусульманами. Это называется шурут алиптида. Что значит шурут алиптида? То есть, при непосредственном назначении, эти 10 условий должны быть выполнены. Должны быть выполнены. А есть еще шурут алистимрар называется. Шурут алистимрар. Так вот, сказал шейх ибн Усаймин, шархи на акиду ас-сафарини, на странице 694. Так я прочитаю, и все понятно станет, иншалла. Говорит, ашара шурут. Это 10 условий. И только одно из этих 10 условий, так, является условием лилиптида улистимрар. И для начала, и для постоянства. Вауль ислам. А это условия ислама. То есть, если человек, все, является правителем мусульман, и он не слышит. Он, допустим, что не религиозный, наоборот, грешник, так, он не разбирается в вопросах политики. Но он правитель. Он правитель. И при этом он мусульманин. Можно ли сказать то, что здесь условия не выполняются, его нужно свергать? Нет. Эти условия должны выполняться только при назначении этого правителя. И то, если он назначается кем? Ахлюл халли вал акт. Людьми, имеющими влияние среди людей. Так. А если он сам взял власть силой, то здесь что? Даже первоначальные условия не должны соблюдаться. Все. Он взял силой. Он является правителем над мусульманами. И ему обязаны, обязательно люди должны подчиняться. Обязаны люди подчиняться ему. Так вот, говорит, из этих десяти условий только одно условие должно присутствовать как в начале, так и постоянно при его правлении. А это какое условие? Ислам. То есть он должен быть мусульманин. Если он стал кафиром, неверующим, все, он уже не является тем, кому обязаны мусульмане подчиняться. Так или нет? Даже если есть, остальные все условия у него присутствуют. Говорит. И, конечно, здесь еще присоединяется к этому разуму. То есть если правитель потерял разум, стал сумасшедшим, так или нет, то все, этот человек должен смещаться, быть смещенным влиятельными людьми. И здесь уже не требуется хуруджа, так или нет, не требуется восстание, не требуется демонстрация, не требуется каких-то выходов против правителя вооруженных. Здесь нормально, любое, как называется, любое нормальное окружение правителя само его сместит мирным путем, так и заменит его другим правителем, так как он сумасшедшим, не способен управлять. Говорит. Аль-Акл лабудда мингу, лу аннагу джунна лабудда мин азлиги, так ваикамат гайриги. Потому что разум, говорит, непременно должен присутствовать. И если правитель потерял разум, то есть, например, от старости, так, стал сумасшедшим, вообще не понимает, что он делает, то он, говорит, должен быть смещен и должен быть поставлен на его место другой человек. Лакин иза фаса кабадал адаля, а вот, говорит, если, например, он стал грешником после того, как был праведным, аудла афа, или стал слабым личность его, то есть, например, человек стал старым и слабенький стал, все, люди уже что, его не слушают, так, люди его не слушают. Лакин нау я статы а тадбир аль хукам, но вместе с этим он способен управлять делами, отдавать какие-то приказы, то все равно его смещение не разрешается, так он должен оставаться на посту и должен оставаться правителем. Ясно или нет? Вот это что касается этого вопроса. Почему этот вопрос мы рассмотрели? Потому что некоторые хавариджи сегодня приходят и говорят, условий правителя 10, и если хотя бы одно условие мы не видим у нашего правителя, все, мы не должны ему подчиняться. Это неправильно. Мы говорим, эти 10 условий должны соблюдаться в начале, при избрании, при назначении правителя над мусульманами влиятельными людьми, тогда эти 10 условий должны соблюдаться. А если человек уже правитель, и не обладает этими условиями, то он остается правителем, нельзя его смещать или свергать. Понятно или нет? Будь то законным способом, как они его называют так, в смысле каким мирным, или вооруженным способом. Нельзя его смещать, пока у него остается один из этих, одно из этих 10 условий, это какое? Ислам, то что он является мусульманом. И Акаль, то что он в своем разуме находится. Остальное все, отсутствие остальных шурутов не влияет на данный вопрос. А вот то, что из курайшитов в наше время? Из курайшитов в наше время также это условие остается обязательным. То есть над мусульманами должен править курайшит. Но если власть взял не курайшит, все, он является правителем, так является правителем, и нельзя его свергать из-за того, что он не курайшит. Понятно или нет? Так, дальше говорит имам Аль-Барбахари «Все не курайшит» 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 «Все не курайшит»